Всем привет! В этом видео мы рассмотрим три способа, как сбросить пароль от учетной записи в Windows 10 и 11, если вы его забыли и не можете восстановить с помощью кнопки «Сбросить пароль» на экране блокировки. Если вы забыли пароль от учетной записи в Windows, не спешите переустанавливать систему. Существует несколько способов сбросить его и вернуть доступ к компьютеру. Давайте рассмотрим первый способ для сброса пароля от локальной учетной записи. Для его реализации мы воспользуемся средой восстановления Windows без использования флешки. Чтобы войти в нее, нажмите кнопку «Питание», затем зажимаем клавишу «Shift» и не отпуская ее, выбираем «Перезагрузка». После перезапуска система загрузит среду восстановления. Если после этого компьютер просто перезагружается и не входит в среду восстановления, можно использовать загрузочную флешку с Windows и через нее выбрать «Восстановление системы». Если нет загрузочной флешки, можно воспользоваться еще одним способом. Выключаем компьютер, зажав кнопку «Питание» на 5-10 секунд. Выключаем его и сразу же до появления логотипа Windows снова выключаем, зажав кнопку «Питание». Повторяем этот процесс три раза. После этого при следующем включении должна автоматически запуститься среда восстановления Windows. Такой метод не является полностью безопасным, так как внезапное отключение питания может повредить системные файлы или привести к сбоям в работе Windows. Так что лучше пользоваться первыми двумя. Далее переходим в дополнительные параметры «Командная строка». Если вместо открытия командной строки у вас просит пароль, которого у вас нет, и при этом у вас учетка от Microsoft, то восстановить пароль можно через сайт Microsoft. Если локальная, или у вас нет доступа к сайту Microsoft, то только переустановка системы. У вас диск зашифрован, и его без ключа не расшифровать. Если у вас все-таки открылась командная строка, открываем блокнот командой Notepad. Если язык не тот, используем комбинацию Alt-Shift для переключения. Затем выбираем файл «Открыть». Меняем тип файла на все файлы и переходим к диску, где установлено Windows. В данном случае большая вероятность, что это не диск C. Теперь открываем папку Windows, затем System32. Здесь находим файл utilman.exe и переименовываем его. Например, utilman1.exe. Затем ищем cmd.exe. Создаем его копию и называем ее utilman.exe. После этого закрываем все окна и нажимаем «Продолжить», чтобы перезагрузить компьютер. После перезапуска на экране входа нажимаем кнопку «Специальные возможности». Вместо стандартного меню откроется командная строка. В ней вводим команду «Control User Passwords 2» и нажимаем Enter. Откроется окно управления учетными записями. Выбираем пользователя, для которого хотим сбросить пароли. Нажимаем «Сменить пароли». Вводим новый пароль. Подтверждаем его и нажимаем «Ок». Закрываем все окна и входим в систему уже под новым паролем. Если смена пароля неактивна, переходим в «Дополнительно», «Дополнительно», «Пользователи». Правой кнопкой мышки по нужному пользователю. Задать пароль. Продолжить. Вводим пароль и подтверждаем его, после чего «Ок». Закрываем все окна и входим в систему уже под новым паролем. Если вы не смогли чего-то найти или по какой-то еще причине не получилось сменить пароль, вам должен помочь один из следующих способов. Но не забудьте вернуть все как было. Чтобы вернуть все в исходное состояние, снова заходим в среду восстановления тем же способом через Shift. Открываем блокнот через командную строку. Переходим в папку System32. Удаляем файл utilman.exe и переименовываем обратно utilman1.exe в utilman.exe. После этого закрываем все окна и перезагружаем компьютер. Теперь кнопка «Специальные возможности» снова будет работать как раньше. Если первый способ не помог, можно создать нового пользователя, сделать его админом и через него поменять пароль нужному пользователю или пользоваться новым. Находясь на экране блокировки или в пользователе, зажмите Shift и не отпуская его, нажмите на кнопку питания. Перезагрузка. В сервисном режиме зайдите в поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Командная строка. Второй вариант загрузиться с загрузочной флешки и нажать Shift F10. Вначале поменяйте раскладку клавиатуры с помощью Alt Shift на английскую. В командную строку введите Regedit и нажмите Enter. В результате откроется реестр. Выберите HK Local Machine и раскройте его. Далее нажмите файл «Загрузить куст». Тут нажмите этот компьютер. Теперь нужно найти диск с системой, если у вас, конечно, несколько дисков. Заходите в каждый диск и смотрите, есть ли папка Windows. После того, как нашли, для уверенности зайдите в папку «Пользователи». Здесь будут отображены пользователи, которые находятся в системе. Вот по ним и можно определить, тот ли это Windows. Есть ли у вас их, конечно, несколько. Далее вернитесь назад и перейдите по следующему пути. Windows System32 Config Здесь откройте файл «Систем». Введите любое имя и нажмите «Ок». Вот он. Раскройте его и щелкните по папке «Сетап». Тут щелкните два раза по «CMD Line» и в значение введите «CMD.exe». Этим вы прописали, что загрузится при запуске системы. Далее, чтобы это выполнилось, в «Сетап Type» введите значение «2». «Ок». Далее нажмите по кусту, который вы загрузили. В моем случае вот он. После чего нажмите «Файл». «Выгрузить куст». «Да». Теперь закройте реестр и командную строку. После чего продолжить. Дождитесь загрузки Windows. Как вы видите, вместо окна «Приветствия» запустилась командная строка. Для создания нового пользователя поменяйте раскладку клавиатуры с помощью Alt-Shift на английскую. После чего введите команду «NetUser». Далее имя нового пользователя. Например, админ. После чего желаемый пароль. Например, 4 0. Далее «slash», «add» и «enter». Обратите внимание, что все команды, имя и пароль нужно писать через пробел. Далее созданного пользователя нужно добавить в группу. Для того, чтобы увидеть все существующие группы, используйте команду «NetLocalGroup». Для того, чтобы сделать пользователя администратором, нужно его добавить в группу «Администраторы». Для этого введите «NetLocalGroup», название группы, администраторы, имя пользователя, в моем случае админ, «slash», «add», после чего «enter». Для смены языка используйте Alt-Shift. В результате выполнения этих двух команд вы создадите нового пользователя и сделаете его администратором. Таким образом, вы можете создать несколько пользователей, если вам это нужно. Для выхода из командной строки выполните команду «Exit». Система загрузилась, и вы можете увидеть, что появилась новая учетная запись. Выбираем ее, вводим пароль и пользуемся ею. Или меняем с помощью нее пароль в нужной учетке. Третий способ стоит использовать, только если уже не осталось других вариантов. Только этот способ или переустановка винды, так как его использование может поломать загрузку системы. И останется только переустанавливать систему. Но зато этот способ универсальный, и ему все равно пароль или пин-код у вас использовался для входа в пользователя Windows. И без разницы, локальный это пользователь или учетная запись от Microsoft. Находясь на экране блокировки, зажмите Shift. После чего, не отпуская Shift, нажмите на кнопку питания – перезагрузка. После перезагрузки появится меню. Тут зайдите в поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Командная строка. Если вдруг у вас не появилось меню, или вы не смогли найти командную строку, вы можете загрузиться с загрузочной флешки. И использовать сочетание клавиш Shift F10 для запуска командной строки. После того, как открыли командную строку, используйте комбинацию клавиш Alt Shift для переключения языка. Введите Regedit и нажмите Enter. В результате откроется редактор реестра. Дальше нужно быть очень аккуратным, чтобы не сделать что-то ненужное. И использовать данный способ, только если уже не осталось других вариантов. Только этот способ или переустановка винды. В редакторе реестра щелкните по HK Local Machine, после чего в файл «Загрузить куст». Тут выберите этот компьютер. Диск C. Windows. System32. Config. Sum. Введите любое имя и нажмите OK. Зайдите в загруженный куст. Тут нужно щелкнуть по своей учетной записи. Если непонятно как у меня, работаем методом исключения. У меня кросс 1. Теперь посмотрите на тип единственного параметра. И щелкните по разделу, имя которого заканчивается так же. В моем случае это 3EC. Тут удалите 4 параметра со словом «Интернет». Эти параметры есть только в учетной записи от Microsoft. Если их нет, ничего не нужно удалять. Дальше щелкните по параметру V правой кнопкой мышки. Изменить двоичные данные. Тут найдите строку A0 и вместо 18 поставьте 00. Для этого щелкните два раза по 18 и нажмите 0. В строке A8 38 замените на 00. После чего OK. Дальше щелкните на загруженный куст реестра. После чего в файл. Выгрузить куст. Да. После этого закройте окно и нажмите продолжить. Теперь вы можете войти в своего пользователя, не вводя пароль или пин-код. Вот такие три способа помогут сбросить пароль в Windows 10 и 11, если вы его забыли. Первый и второй методы более безопасные. Хотя и бывают разные случаи. И гарантии вам никто не даст. А третий стоит использовать только в крайнем случае. Не забывайте, что лучший способ избежать подобных проблем – заранее создавать диск сброса пароля или привязать учетную запись к Microsoft. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока.